В Алматы приняли новую программу реновации жилья до 2030 года. Жильцы ветхих домов смогут обменять свои квартиры на благоустроенную недвижимость или денежную компенсацию. В городском Ассельхате отмечают, что реализация программы позволит значительно улучшить условия проживания алматинцев и снизить долю аварийного жилфонда. Какие дома попадают под реновацию и как статьи участникам, узнавала Аделя Гжаркенова. Нурзия Маусумбекова уже успела ощутить все преимущества программы реновации. Два месяца назад она переехала в новое жильё и не скрывает радости. Как рассказывает женщина, раньше она жила в доме 52-го года постройки. В обмен на квартиру в 72 квадратных метра в ветхом доме Нурзия Маусумбековой предоставили новое жильё в 89 квадратных метров в том же районе. 21 год я жила в старой квартире. Конечно, с теплом вспоминаю это время. Но сейчас я очень рада переехать в новый дом. Мы его передали в часовом виде. Сразу заехали, всё просторное, светлое, ремонт качественный. Мы очень довольны. Старый дом уже подходит под снос, поэтому мы рады, что есть такая возможность. Реновация охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 30-го по 80-е годы. А также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления. Реализация программы предусматривает развитие жилых территорий с учётом плотности застройки, доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также современных требований безопасности и эстетики. Ввиду отсутствия в предыдущие годы системного подхода недостаточного финансирования, до сих пор значительную часть жилого фонда составляет ветхое жильё. Так, в городе всё ещё находится в предварийном состоянии 1366 ветхих несейсмостойких домов или 14 430 квартир, где проживают более 43 тысяч горожан. Одной из ключевых особенностей новой программы стало внедрение механизмов защиты прав собственников жилья и улучшение взаимодействия с общественностью, отмечают в городской комиссии по строительству. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах, так называемых красных линиях. Сама земля под ветхим жильём, она может быть находится в водоохранной полосе или может находиться на красных линиях, то есть там застраивать нельзя и, соответственно, такие участки, они для бизнеса, они не привлекательны. Как раз-таки новизна новой программы в том плане, что вместо существующих квадратных метров или ветхого жилья можно построить не только человейники, так скажем, или не только здания с более высокой этажностью, но и школы, больницы и парки в конце концов. Так, новая программа реновации станет важным шагом не только к улучшению жилищных условий и благоустройству городских районов, но и поможет создать климат для привлечения инвесторов. До 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, что позволит приселить около 7,5 тысяч собственников современной благоустроенной квартиры.